Можно вопрос? Если, например, продали квартиру с квартирантами, и человек просто, ну реально, релтор очень плохо поступил, он не сказал, что нужно подписать документ, который заставляет расстелять этих квартирантов. Есть какой-то выход? Человек может собрать эту квартиру или это уже все? Смотрите, действительно, здесь закон стоит на стороне квартирантов в Турции. Есть только несколько путей выселения в таком случае квартирантов. Первое, подписать правильно бумагу, то есть ее надо подписать до покупки, до получения табу. Это называется документ, назовем так, по-русски перевести, обязательство о выселении, подрезке, табуле, 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 табуле. То есть, если будущий арендатор его подпишет, то потом с помощью адвоката его можно будет просто выселить. Если этой бумаги он не подписал, остается единственный-единственный путь, когда вы должны подать, он не хочет выселяться, да, когда вы должны подать адвокату, и адвокат открывает для вас судопроизводство на основании того, что это единственная ваша недвижимость, которая нужна вам для жизни. Понимаете, если у вас есть еще одна квартира где-то, это не пройдет, да, то есть вам суд его не выселит. Но если вы сможете доказать суду, что я купил, он живет, а она мне нужна, у меня больше негде жить, вот видите, у меня никакой большой собственности нет, я в Турции, да, тогда суд встанет на вашу сторону, и, ну, опять же, ну, наверное, вместе через 5-6, он примет это решение, вы сможете его выселить. А если люди живут в другой стране? В другой стране кто живет? Ну вот, да, те люди, которые убили, они живут в другой стране, они сюда планируют переехать, ну, то есть суд может сказать, ну, у вас уже штамм есть квартира. Ну, вот им придется доказывать, что у них серьезные планы на Турцию, что я хочу здесь жить, вот я там вид на жительство получаю или получаешь, там уже осложнение, да, но это тоже возможно, только единственное основание, что этой квартире нужна вам лично, да, и тогда вы можете сказать, окей, там, у меня где-то есть, но я вот, я уже в Турцию переезжаю, все, да, но там. Ну, только для жизни, и что воздавать в аренду другая? Да, для жизни, да, тогда суд на вашу сторону встанет, если вы докажете, что, я уже, видите, уже ребенка в школу записала, там, да, а у меня там уже там, жена, она никому не сломала, он ходит в сторону, да. Кружите возле дома, а возле дома. Да, возле дома, тогда, да, тогда суд на вашу сторону встанет. Потому что они нотариально пошли, заверили документ, где написано, что должны выселиться к нотариусу, пошли, заверили, ну, естественно, эта бумажка до одного месяца, я так понимаю. Ну, там должна, они не ту бумажку делали. Ну, я что, да, это просто, либо, ну, просто так, для отвода глаз было. Ну, для отвода глаз, зачастую риелторы, к сожалению, не знают, даже они не знают, что нужно делать и как нужно делать, да. Я просто слышала, что после продажи, на протяжении месяца эту бумагу нужно подать. Я не слышала, что до именно продажи. Нет, бумага, люди путают бумагу. Бумагу вы можете подать, что я новый хозяин, типа, прошу вас выселиться, например. Но это его юридически не обязует выселиться, да, он может сказать, да, я никуда не выселюсь. Я вас услышал. Я вас услышал, все понятно, да. Принял к сведению. Принял к сведению, но живу дальше. И тогда вам надо понимать, что вам делать дальше. Потому что только направленное ему от нотариуса вот это уведомление, это не является высадством. Здесь имеется в виду немножко другое. Вот мы как раз сейчас купили квартиру тоже с арендатором. Да. То есть риелтор также не уведомил нас о том, что хозяин, точнее, что арендатор будет выселяться, о том, что он подписал какие-то бумаги. То есть у него договор был с апреля месяца, мы в мае приобрели квартиру. То есть договор у него свежеподписан и недавно. Мы купили квартиру, получается, 3 или 4 мая мы получили футапу в кадастр. Футапу? Да. Футапа посылает уведомление в суд, суд высылает ему повестку, начинается судебное разбирательство, человек приходит в суд, первое... А если не приходит? Если не приходит, он обязан прийти. Не-не-не. То есть если это турок, то он обязан прийти. Опять вопрос в том, что если это ватория предупреждения, если это ваша единственная недвижимость, суд встанет на вашу сторону. Но если у вас есть еще какая-то недвижимость, суд не встанет на вашу сторону. Вы можете проиграть это дело, да, то есть можете проиграть, потому что он скажет, окей, смотри, здесь есть, у арендатора есть право. У арендатора есть право. У вас есть другая квартира, где вы можете жить. Он может в вашу сторону не стать в данном случае. Поверьте. Здесь максимальный стойк будет за год от лет на семью. Ну, по крайней мере, так говорит адвокат, но опять, поверьте мне, здесь сторона арендатора защищена больше, чем сторона владельца. И да, здесь самое лучшее, конечно, договориться с вот этим товарищем. Ну, на подписание документов. Да, на подписание. Но если он упрется, он не станет подписывать, там уже все сложнее. Ну, там уже индивидуально с ними добавляют. Ну, да, опять-таки так. Ну, меня спросили, а может, например, вот если просто прийти дома, сесть и не выходить, да? Нельзя, это его собственность, но вы нарушаете сюда. Нет, ну, это же его, тут ее собственность, она же купила квартиру. Он арендатор. Смотри, так, да, живет сужой человек. Может, вы украли, зашли, вы пробовали бриллианты на 100 тысяч долларов, и вы попали? А, еще и не попали, смотри. А, как же, вы нарушили частную собственность. Нет, просто это все передано. Конечно. А у вас есть шраф, он даровал, вызвание, передано. Купить там и купили, потому что там уже передано было. То есть там живет, там живет и пользуется абсолютно другой человек, который скажет, он зашел, и у меня там 50 тысяч долларов лежало. Я понял. Например, муж купил эту квартиру, да? Да. Но они не могут высидеть этого арендатора, да? Они могут доказать ничего. И они просто делают сделку, что муж продает эту квартиру своей жене. И она до покупки подписывает этот документ официально, ну, с кем? С арендатором? У нас проблема в том, что арендатор ничего не хочет подписывать. Если он хочет, проблем никаких нет. Если он не хочет, сколько вы не слали ему нотариальных уведомлений, вы путаете вещь о том, что через месяц вы должны там послать нотариальное уведомление. Я знаю, что новый владелец сиял, хочу пользоваться, выселял, он говорит, замечательно, принял все деньги. Принял все деньги. Живу дальше. Живу дальше. Мне нравится этот вообще вариант, да? Да. Они же не хотят сроки уже. Нет, никаких сроков нет. Дальше только судебное открытие. Я скажу такую вещь, которую, пожалуйста, принимайте внимание, об этом никто не знает, об этом даже релторы не знают, да? Если вы заключили с арендатором договора на год, да? То по закону Турции, грубо говоря, он может пользоваться еще вот этот год плюс 10 лет. Вот так три штучки. А можно не платить при этом? Нет, нельзя. Кого здесь права его выселить? Выселить через суд или выселить при руке? Ну, очень просто через суд. Очень просто, да? Один из путей простого выселения является то, что человек заплатил, по-моему, 3 арендные платы подряд. Ага. Да? Да, вы его можете выселить. Но если вы подали заявление, подали в суд, и он один месяц оплатил, все, опять продолжается та же история. Ну, так же и происходит. Ну, то есть, можно по шесть месяцев, долгать, потом по-разному. То есть, есть единственная, профессиональный совет, есть единственная бумажка, которая спасет вас, да? Она называется «Судетство освобождения помещения», да? И только если он подпишет ее с открытой датой эту бумажку, чтобы вы могли потом поставить туда ту дату, которую вы захотите поставить, да? Тогда вы сможете достаточно просто и то в течение четырех месяцев, но уже хотя бы достаточно просто восемь часов, да? Без этого нет. А если вы сняли квартиру, и у нас там в контакте написано, что я там понял, что мы должны заплатить, но нам выдали вот такую вот бумажку и отрегивал, хорошо, деньги и деньги. Цена, это называется, это бумажка о том, что вы обязаны выплачивать определенную сумму в месяц этой датой. Вы вперед заплатили? Да, они вам вперед выдали эту. А вы вам что, выдали просто бумажку, что вы о чем бумажку? Чтобы приняли деньги. Ну, во-первых, начнем такое, что тут запрещено наличная оплата аренды. Это вообще задача. По закону, арендная оплата в ТОХИ должна возникнуть только через банку. То есть у вас уже произошла незаконная вещь, да? С вашей стороны или с вашей стороны? С вашей стороны. Вы знаете, я не знаю точно меру ответственности, но с двух сторон точнее. С вашей, с ним, да? Потому что налоговый рейт и вас, и его потом. Опять, я не знаю, что на рынке так, так многие на рынке делают, так многие на рынке работают, да? Но, опять, так нельзя. Прекомендательство это не разрешено. Вот, например, ты получаешь, вот этих вот нюансов с тенантами, с арендаторами, их не видно в системе? Все они видно. То есть, может, условно, хозяин недвижимости продать тебе с определенными проблемами, да? Ну, конечно. А что, если в договоре у вас с ним прописано, что, например, продаваемое имущество должно быть без каких-либо обязательств перед третьими лицами? Ну, что вы будете с ними гадать, когда вам судиться. То есть, никаким образом это не проходит? То есть, отвечаю прямо на ваш вопрос, есть ли недобросовестный застройщик? Он может продать вам квартиру сегодня, да? А за два часа до этого пойти и отдать квартиру в аренду, да? И, грубо говоря, вы купите, ну, например, если есть такое недобросовестное желание. И вы уже... Потому что это нигде не фиксируется, соответственно, да? То есть... А у вас есть застройщик? Правильно, что такое? Нет, конечно, никто этим не занимается. Ну, такое теоретически возможно. Никто это и никто не занимается. Это все-таки уже обман, да? То есть вторичка, да, вторичка. Ну, когда вы видите, вы же видите там, живет кто-то или не живет там. Ну, значит... Вот поедем. Окей. Поделили все. Ключи свои поставили и все. Задумеваем. Да. У меня еще такое извлечение. Есть такое... Может быть, я неправильно его скажу, но... Кенсал... Кенсал... То есть, условно говоря, в чем вопрос? Вопрос заключается в следующем. Тогда один из застройщиков, например, говорит, смотри на эту квартиру. Так как это долгая инновация, у тебя не будет 4%... Да, да. А вот на эту будет. Я когда общаюсь со своим застройщиком, он мне говорит, смотри, это касается только если ты проживал в этой квартире до момента... Он тебе имел собственность до момента ее достроен, а потом уже... Неправильный. Неправильный формат. У нас очень много людей, которые покупают квартиры в этом Кенсальденчун, как вы говорите. Да. По программе реновации дом. Да. И если этот дом строится по программе реновации, то будущий покупатель не платит налога на собственную. А 4%. То есть это 100% так. То есть то, что вам сказал застройщик, это неправильно немножко. То есть, ну, я, например, покупаю уже у конкретного лица, значит для того лица это было много, правильно? Если вы первичный покупатель у этого застройщика, то тогда для вас не будет 4%. Да. Если я вторичный... Если вы покупаете у кого-то другого, например, у хозяина земли, да, или вот я купил, а потом вы пришли у меня купили, там уже есть у одного. А у вас, скорее всего, не было этих 4%. У меня нет, просто я у застройщика купил по программе реновации, но у будущего покупателя есть. Да, я помню. Спасибо. То есть это регулируется, но есть такая штука? Есть такая штука, да. Они, условно, снизили дом, построили, запланировали новый, определили количество квартир и на каждую получили вот этот официальный дом. Ну, это нет, это просто один дом, это все по программе, он строится, официальный дом, да. Один дом строится по этой программе, да, уже полностью. И там нет... Это все, наверное, все квартиры одновременно есть. Понятно. Есть. То есть такого нельзя, что в этом доме 10 квартир, 8 по этой программе, а 2 по этой программе. То есть, скажем, было изначально 20, а стало 40? Ну да. Все равно на все 40 это распространяется. Спасибо. Ну да, ну да. Ну да. А это правда сейчас ну, как бы, нормативация такая вышла, что если вот заканчивается контракт, да, аренды на год, например, то хозяйка там, где хозяин, они должны за какое-то время прямо написать имейл, что вот заканчивается контракт, чтобы вы выселились. То есть, если такого не напишут, то арендаторы могут автоматически продлить контракт. Есть вопрос? Опять, это немножко то, что люди путают, и это распространенное заблуждение, да? Это так не сказали, поэтому я выясняю. Заблуждение, связанное в том, что даже если вы заключили контракт на год, да? Даже если вы написали ему там за три месяца, что товарищ, я уже контракт заканчивается, передавай, пожалуйста, выселяйся, да, я не собираюсь его продлевать, да? То все равно у этого человека есть право проживать там. Об этом многие не знают, да? Он, к сожалению, так, к сожалению. Многие удивляются, у него есть право проживать там, потому что закон это фиксирует таким образом. Срок контракта плюс 10 лет, да? То есть, если у вас не оформлено на правильной бумаге, допустим, нет документов, которые, я сказал, проглядывая на нас всегда, на средства о выселении, то теоретически этот человек может жить там 10 лет вашим городом. А, а если он подписал вот этот открытый? Да, да. Тогда он хоть бы он выселяется? Ну, он не захочет, но адвокат его выселит, да. А тоже судебная разбирательство? Ну, там уже проще, там нет супер-больших судов, да? Потому что он сам подписал, что он там без даты остается. В такую-то дату я выселяюсь, да? Ты приносишь этот адвокат, приносит это в суд, и ты же подписал, ну там это тоже 3-4 месяца делится, да? Ну, это уже тогда уже. То есть, основная бумага, которая должна быть подписана, это вот эта бумага. На самом деле, о ней не знает никто. И какая таганет агнамность? Это когда вы в аренду что-то сдаете. Ну, то есть это таганет освобождения, да? А таганамность это обязательство об освобождении. Да, обязательство об освобождении недвижимости. То есть, если в будущем вы когда-то будете сдавать свою недвижимость в аренду, очень большой однозначный совет не сдавать эту обязательную бумагу. Ну, конечно, институция не поменяется законодательству. Пока это именно таким образом. А защищение по этому поводу, если бы не было, как туристские, так и иностранные, это патент, да? Абсолютно. Абсолютно все защищены. Абсолютно все защищены. То есть год и десять плюс десять лет, и за пришло десять лет, тогда люди точно населяются? Или это тоже будет потом? Нет, потом уже да, но... Хватит ли у вас? Терпеться. Но что людям делать? Ну вот какой выход? Не, ну там выходы разные есть. Во-первых, самого человека договориться, да, продать, на крайнем случае. Тогда, опять-то, у него собственника не должно быть других квартир, да. Либо открыть производство, о том повышение арендной платы, возможно тоже, да? Тоже нельзя обращать? Нет, там два, два есть типа суда. Первое, это об арендной плате, о установлении размера. А второе, это, что называется по-другому, это называется «Угурлама голосы». Это вы любое время можете открыть. Сказать, что, ребята, я там сдал за тысячу лир, а сейчас рынок 20 тысяч, да. И суд, вот это можно через любое время открыть. Это вот это вот. Поэтому это производство. Ну то есть все-таки есть варианты десять лет ждать. Не-не-не, вы же не знаете, что это вы можете выселить. Вы можете поднять арендную плату. И тогда, возможно, он выселится. Если она его не устроит, да. То есть это в какой-то есть рычаг? Ну в каких-то рычаг и есть, да. Но опять же, любой рычаг связан с вашими экстразатратами на адвоката, на судебные производства, на оплату госпошек на судебные производства, да. Это все, чтобы этого не делать, лучше все делать, ну, сразу правильно и профессионально. С вот этими бумагами, контрактом, с обязательством о выселении, соответственно, да. Тогда, да, тогда будет проще гораздо больше. Спасибо большое.